А это точно девочки? Конечно. Вы посмотрите, какие хорошенькие. Так, все в порядке, вы можете идти. Поздравляю. Поэтому свое дело. Свое дело. Все говорят, Федя, золотые руки, да? А где золото, а? Ну, где? Если половину ты этому хозяину отдаешь. А то сын вырос и скажет, что у отца руки были золотые, да? Да мозги куриные, да? Все. Ну, в общем, с тачкой проблемы будут, обращайся. Адрес запомнил? Запомнил. Зин, почему так долго? Ты же сказала, 15 минут. Мы опаздываем на полчаса. В банк надо успеть еще. Сегодня кредит дают, и надо за автомастерскую начать выплачивать. Все нормально? Ты не волнуйся. Зин, не волнуйся. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Вначале, конечно, трудности будут, но сына поднимем. Дочь. Будет. Что? Точнее, две. Федь, у нас будет двойня. Девочки. Какие девочки, Зин? Какие девочки? Ты мне обещала, что сын будет. Черт. Феденька, ну я же не виновата. Черт. Ну, ты же мне сам рассказывал, что у тебя в роду двойни были. 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 И как жили, Зин? Обноски носили. Мы каждую копейку считали. Черт. Какие девочки? Какие нафиг девочки? Федь, мне черты хватит. Сглазишь еще. Федь, не... Ты знаешь, сколько эта бабла стоит? Ты знаешь, я вообще на эти роды согласился. Только потому, что ты мне сказала, что пацан будет. Федь. Потому, что сын Зина, это нормально. Черт. Девочки. Какие девочки. Ну, подожди, Федь. Ну, давай обсудим. Кирилл Алексеевич, уж он подавать? Да, я думаю, чуть позже. Спасибо. Спасибо, Валюш. Так что врач сказал, на этот раз, все по плану. Срыва быть не должно. Может, все-таки ляжешь на сохранение? А? Я договорюсь, с лучшей клиникой. Сплавить меня хочешь, да? Да уж нет. Муж должен быть под контролем. Ну, слушай, ну, перестань, ничего ты. Я ж правда волнуюсь, я... Все-таки четвертая попытка уже. Ну, ты знаешь, у тебя сердце слабое, если что, то... Никаких если. У меня кардиограмма хорошая. Ну, в пределах нормы. Знаю бы еще эти пределы. Этого ребенка я рожу. Кстати. Что это? Результат УЗИ. Чудеса науки, а? А еще он ручкой не может. Ну, папе мог бы и улыбнуться, и... Сказали, кто? Я попросила не говорить. Мне все равно. Не хочу ничего знать. Главное, чтобы он был здоровый. Ну, смотри, Палыч, масло, свечи поменял. Тормозные колодки можешь есть еще полгода. Ни о чем не думать. Цепление, ну, сам чувствуешь, да? Месячишка протянет. Так что побегает еще твоя бэха. Ну, я бы на твоем месте, да с твоим доходом, все-таки взял бы себе что-то менее универсальное. С характером, пооригинальным. Чтоб под клинику подъехал. Фа-фа. И все девки твои. Ой, ну хоть ты не подкалывай, слушай. Это вот добра у меня валом. Да-да. Я югуарчик хочу. О-о-о. Да, даже присмотрел. Да цена кусается. А то он и зверь, чтоб кусаться. А у меня ведь со всеми бартер. Услуга за услугу. Ты ведь тоже хоть жену ко мне в отделение определить не бойся, а? Палыч, ну мы же с тобой договаривались. У тебя вон клиника классная, и ты доктор надежный. Ну вот на том, давай порешим. Давай. Так что видишь, шелест купюр мне только снится. Ну, хоть так. А мне вон кошмары снятся. Опа. А это что еще? Да. Ты же скоро потомством обзаведешься. Что за настроение-то, а? Да думал, сын будет. Я вон кредитов набрал. Хотел свою мастерскую открыть. Так, и что? Ничего. Сузи же она пришла, а там двойня. Две девочки, понимаешь? Две девочки сразу. Кошмар какой. Федь, ты не гневи Бога, а? Нельзя так одеть их. Беду накличешь. Сейчас посмотри, что с экологией творится. Я патологии вот так насмотрелся, на маленькое кладбище хватит. Сейчас твоя задача, чтобы дети были сыты и здоровы. Вот твои самые главные планы. Ладно. Так что молчи и радуйся своей планы. А ты молчи, Палыч, и радуйся своей бэхи. Спасибо. Слушай, а если я тебе этот ягуарчик привезу, как эксперту, сможешь цену срезать? Давай. Это мы можем. Но ты же понимаешь, как эксперта-то. Понимаю. Сделаешь, буду у тебя в долгу. Отлично. Давай к шести сегодня и пригоняй свой ягуар. Договорились. Сделаем своего зверя кошечку. Спасибо. А вот интересно, кого он назначит своим помощником, а? Ну, кого-кого. Конечно, Исаеву. Держи. У Оленьки лучшие проекты по ландшафтному дизайну. Кто бы сомневался. Держи, это тебе. Спасибо. Не за что. Окей, спасибо. Я желаю хорошего лета. До свидания. Окей, спасибо. Ну что, коллеги, отель в Египте. За нами европейский ландшафт, 50 гектаров. Я вас поздравляю. 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 Оля, зайдите ко мне. Да. Ну. Присаживайтесь. Что я говорила? Ребят, 50 гектаров. Работы всем хватит. Я поздравляю вас, Кирилл Алексеевич. В наше время такой заказ, это просто, ну вы, вы просто молодчина. Короля играет свита. Придется всем потрудиться. А в первую очередь, вам Оленька. Я очень рассчитываю на вас. На ваш стиль. На ваш вкус. А главное, на чувство мира. Вот, посмотрите, это их наброски. Ну, это то, что они хотели бы видеть. Но, зная ваши возможности, вы превзойдете их ожидания. Я благодарю вас за доверие. Я буду очень стараться. Оля, у меня... А давайте выпьем по 20 капель. А то у наших партнера они практически вискарик уговорили. Нет, честно, я даже не притронулся. Ну, сейчас-то можно. А, давайте. Давайте. Сегодня прекрасный день. Прошу. За вас, Кирилл Алексеевич. Я знаю, как долго вы ждете ребенка. И вот пусть это... Так уже? Уже, Оленька. Полет проходит нормально. Я вас поздравляю. Спасибо. Это замечательно. А знаете что, я вам могу такую комнату детскую спроектировать. Будет просто отпад. У меня как раз диплом по детским. Оля. Моя жена заранее ничего не хочет делать. Она даже на УЗИ попросила не говорить, кто, мальчик или девочка. Все-таки у нас четвертая попытка. И столько лет ждали. Сейчас покажу. Первая фотография. Ну-ка. Боже мой, какой хороший. Это же мальчик. У вас сын. Как сын? А как вы рассмотрели? Тут ничего не понятия. Ну как, Кирилл Алексеевич? Ну тут же видно. У меня глаз на детали наметан. Я вас поздравляю. Только пусть будет сюрпризом. Ну да, да, конечно. Железно. Ну, я, наверное, пойду, посмотрю, что они там предлагают. А вы до завтра успеете с предложением? Обижаете, шеф? Сегодня. Сегодня ждите. Спасибо. Ну, и ясно, ясно. Понятно. Ладно, подержи. Понятно. Помыл, да? Конечно, помыл. Ну да. На мойке экстра-класса. Месяц, как из Германии пригнали. А пробег вообще почти нулевый. Так, про пробег давай вообще не будем заикаться. Я тебе любой нарисую. Палыч, ну смотри. В общем, салон точно перетягивать надо будет. Кожа явно подустала. Не, ну, немножко износилась. Ну, коллекционные автомобили. Да-да, это в Германии все, что выкинули, у нас автоматически коллекционным становится. Простите, а вы, собственно... Петр Курбатов, я за десять лет в этих железячках наковырялся, знаешь как, а он как доктор во внутренностях, простите за сравнение своих дамочек. А уж утопленника, так я замелючу. Понюхайте в салоне. Не стесняйтесь, понюхайте. Гнильцой потягивает, чувствуете? Ну так это же дезодорант, называется морской бриз. Дезодорант, скис ваш, бриз. Сами вешали или был уже? Да нет, был, когда пригнали. Ясно, вопросов нет. Палыч, ну в общем смотри. Два крыла менять надо будет. Рихтовали, но очень коряво. Морда ползет. Дарвул что ли, вообще капот на место ставит. Так, ну это по мелочи, да? Вот это моя любимая. Ей сюда, смотри. Че там? Сделано в. Да ладно, в совке что ли? Это ж от копейки. Тюнинговано, так сказать, фарами советского автопрома. Господа, извините, говорю все как есть. Пошел, время, деньги. Мужики, да вы это, ну че, ну, автомобиль хороший. Да я вам уступлю. Да ладно, вдвое что ли уступишь? Ну вдвое. Поговорим. Не спеши. Спокойно, спокойно. Не волнуйся. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо, я договорился. Доктор надежный. Рожать будешь как королева. Аккуратно. Спасибо. Там вы поаккуратнее. Аккуратнее. Вот возьмите. Федь. Все нормально. Папочка, а вы с нами не едете? Работать надо. Двойне на носу. Давай, Зина. Ну я ж говорил, на сохранение надо было. Ну чего дотянули-то последние секунды? Нормально все. Точно? Да, только вот сердце. Сердце. Ну ничего, ничего, сейчас, сейчас уж доедем, скоро. Держись. Ой. Тушься. Тушься. Еще разок. Еще немного. Ну что там у вас? Плот не выходит. Потуги прекратились. Ребенок задохнется. У нас считанные секунды. Что у вас? Остановка сердца. Бригаду кардиологов. И Плотникова позовите. Срочно. У ребенка асфиксия. Начинаем откачивать. Ну давай, давай. Зиночка, отлично. Тушься. Тушься. Давай. Тушься. Нет, нет, нет. Еще. Отлично. Молодец. Умница. Умница. Отдыхай. Да, хорошо. Подыши. Сейчас еще раз. Давай. Давай. Тушься. Давай. Тушься. Ай, ты моя умница. Первый пошел. Молодец. Молодец. Хорошо. Отдыхай. Пара минут у тебя есть точно. Да. Девочка моя. У нас тяжелый случай. Нужна помощь. Мы сами не справляемся. Быстрее, пожалуйста. Я вам кто? Многостыночник, что ли? Отдохни в солнце. Все будет нормально. Я сейчас вернусь. Второго сама примешь. Хорошо. Девочка моя. Отдыхай. Отдыхай. Спасибо. Ничего не выходит. Шанс есть? Нет. Похоже, нет. Давай. Давай. Ну же. Мать, спасем? Да. А ребенка? Вряд ли. Почему он не кричит? Почему? Молодец. Ну, за будущее не надо. Молодец. Вот и все. Вот так. Хорошенькая. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Выпить хотите, Кирилл Алексеевич? У вашей жены острая сердечная недостаточность. Я думаю, вы и сами об этом знаете хорошо. Бригада опытная боролись до конца. Вот здесь все описано. Если хотите, можете, конечно, оспаривать, но по части гинекологии было все, как говорится, в пределах нормы. В пределах нормы. В пределах нормы. Доктор, я прошу, только жене ничего не говорите. Не понял. Это убьет ее. Послушайте, ну пару дней мы подержим ее в неведении, а дальше что? Это убьет ее, я знаю. Я потерял ребенка и не хочу еще потереть жену. Да, жизнь иногда бывает жестока. Кому-то двойня в тягости, а тут такое. Кому двойня в тягости? Не обращайте внимания, это я так, к слову просто. В соседней палате двойня родилась. Отец категорически против, не знаем, что делать. Послушайте, Олег Павлович, а что если… Олег Павлович, я, я гарантирую юридическую поддержку, я заплачу любые деньги. Вы успокойтесь, я сейчас позову сестричку… Перестаньте, не на ничего, успокойтесь. Вы только что сказали, что в соседней палате родилась двойня, так? Родители против? Так я… Мы возьмем этого ребенка. Вы ничего не скажете моей жене, просто принесете его, как нашего. Вы с ума сошли. Послушайте, доктор Олег Павлович, я сейчас серьезно говорю. Я сейчас в пределах норм. Что я не так сказал? Родители против ребенка. А у нас нет ни одного. Моя жена, она не переживет просто этого. Я гарантирую юридическую поддержку. У меня есть деньги, у меня есть связи. Послушайте меня. Пока не поздно. Сделайте доброе дело. И это будет правильное решение для нас всех. Правильное решение, да это уголовное дело. Хорошо. Все проблемы я беру на себя. И уголовные тоже. Звонят мне. Тихо. Палыч звонит, доктор. Да? Да, Палыч, что там? Как там, Зинка родила? Все чики-пики? Все ясно. Родила. Ну, Палыч, мы к тебе не сомневались. Спасибо тебе, дорогой. С меня, как говорится, причитается, да? Что говоришь? Ну, тихо, тихо. Я с доктором разговариваю. Ну, подожди, дай. Тише, я с доктором поговорить должен. Да, я что-то не пойму, Палыч. Ты что говоришь-то? Как это можно? Да, да, да. Извините, привет, передай. Сейчас, подожди. Поговорить надо. Я передам, передам. Палыч, ты… Я не понимаю, ты шутишь, что ли? Ну, так что, давай-то, набивай. Ну, так что, давай-то, набивай. Ну, так что, давай-то, набивай. Ну, что, давай, не томи. Кто родился? Степаныч, заклопить будем. Кто? Девочка. Давай. Как, одна, что ли? Одна. Ты же говорил, двойня у тебя, а? Ну. А… умерла вторая. Как померла? Асфиксия, сказали. Ох, и горе какое. А где вторая девочка? Чуть-чуть-чуть, Зиночка. Крепитесь. Тяжелый случай, асфиксия. Ребенок был в реанимации. Клиника берет все на себя. Вы только не волнуйтесь. Я вам не верю. Я слышала, как она кричала. Я хочу ее увидеть. Где моя девочка? Где мой ребенок? Где моя девочка? Я хочу ее увидеть. Я слышала, как она кричала. Вам, честно, что думаете, живого ребенка? Она кричала. Я слышала. Посмотрите. Вот она кричит. Вот она кричит. Моя девочка. Улыбаемся. Улыбаемся. Ну все, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Аккуратно. Ну все, домой. А это все из-за тебя. Ты не хотел вторую девочку. Вот она и. Прости, Азин. Садись. Друзья, я очень благодарен вам всем за то, что вы сегодня пришли. Мы это событие с женой ждали очень много лет. И наконец-то это случилось. У нас дочь. И мы ее назвали Алина. Сейчас ее высочество отдыхает, поэтому поздравления принимаем мы. Поздравляю. Спасибо. 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 Я поздравляю вас и желаю от всего сердца, чтобы ваша девочка стала самой счастливой на свете. Спасибо. А вы, Кирилл Алексеевич, были счастливы в окружении своих любимых женщин. Спасибо. А это обязательно. Поздравляю. Ура! Тебе нравится? Очень. Это очень красиво. Очень красиво. Спасибо, моя родная. Ну, беги в школу. Обещай, что ты выздоровеешь. Обязательно выздоровлю. Валюш. Да? Останься на минутку. Ага. Алиночка, ты иди одевайся, а я сейчас приду. Давай я подушечку поправлю. Опирайся. Ты с нами уже столько лет. Как родная. Я знаю, что хотела тебя попросить. Если вдруг… Ну… Если вдруг что, ты присмотри за Алинкой. Что значит присмотри, Лерочка? Что за настроение? Я даже слушать не хочу. Ты послушай меня. Я знаю, что говорю. За год это уже пятый криз. После шестого я могу и не выкарабкаться. Ну, вот зачем ты это сейчас говоришь? Ну, зачем ты беду накликаешь? Я не накликаю. Пообещай, что ты… Присмотришь за Леной и за Кириллом. И не оставишь их. Ты только пообещай мне, и мы забудем этот разговор. Я обещаю. А, так, где оно… А, вот… Здесь у нас… Сауны. Целый комплекс. Причем разные. И видов так пятнадцать. От баньки по черному до марокканской на ароматизированном пару. А из каждой будет идти проток в открытый бассейн. С подогревом. Так, дальше… Кирилл… Кирилл Алексеевич, все в порядке? Да, я слушаю. Что? Да, мне показалось, что вы где-то в небесах парите. Да, в каких небесах? У Лерочки опять Крис. После первого еле на ноги подняли, а тут… Пятый за год. Ну, а как же… Вы же делаете все, что возможно. Сколько клиник, сколько врачей. И в конце концов, наука идет вперед. А, конечно. Наука. После уродов у нее совсем сердце подорвалось. Я ж так стараюсь. Я боюсь что-то лишнее сказать. Чтоб, не дай бог, не расстроить. Ну, конечно. Живу как на мином поле. Не, ну ладно я, я уж как-то привык. Дочке ведь сегодня расскажешь. Она еще тут с рова не срастет. Каждую неделю, если не школа, так… Обязательно драка во дворе. Одну боимся отпускать ее. Возвращайся с разбитыми коленками. Ну, конечно. Вы же мальчика ждали. Вот и получился сорванец. Да не волнуйтесь вы так, перерастет. Мальчика… Ошибочка вышла. А я, кстати, Кирилл Алексеевич, разработала новый проект. Комнаты для Алечки. Девочка выросла, пора менять антураж. Это хорошо. Ну, это хорошо, правда. А ты можешь вечером заехать? Ну, Лере показать. Ну, конечно. Ну, это просто ей пойдет на пользу. Она и сейчас оторвалась от жизни, а так… Да, конечно. Ну, прекрасно. С удовольствием. Сауна, говоришь, да? Да. М-м, прекрасный аромат. Да, твои любимые. Я знаю, что ты не любишь этот праздник. Ты же у нас эмансипе. Но подарки получать любишь. Что есть, то есть. Игорюш, ты у нас настоящий аристократ. Ты же знаешь, я воду перед едой не пью. Я лучше борщик подожду. Да-да-да, я помню. Значит, борщ, отбивные, солененькое и пиво. Вот именно, и никаких сладостей. Что еще, что еще? Так, что еще? Хорошо, что еще? Любимый цвет – зеленый. Ну, естественно, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Ну, конечно. Далее… Боже, как я мог забыть. Коня. Только попрошу заметить, не пони, а кони. Вот именно, кони. Да, Игореш, с тобой рядом страшно находиться. Все прямо обо мне знаешь. Ну, а ты что обо мне знаешь? Пока один-ноль в мою пользу. Я, Игореша, тебе знаю все. А главное то, что ты напрасно меня ждешь все эти годы. Ты знаешь, просто в яблочко. Взяла и убила. Да ладно тебе. Мы с тобой с первого курса, как родные. Ну, так а что нам мешает породниться поближе? Честно? У меня другие планы. Я даже знаю, какие. Ты на Ольшанского глаз положила. Еще тогда, когда мы у него практику проходили. Хочу тебя огорчить. Он семью не бросит. Но вот зря это все. Глупо. Правда. Глупо? Нет. Об этом можно было мечтать лет десять назад, когда у него детей не было. У него жена болеет. Так что святое место пусто не бывает. Так, лестницу мы и балкончик демонтируем, дадим больше свободы, пространства. Девочка у нас активная, подвижная. Да. А это не слишком для девочки? Вы так думаете? Ну, я не знаю, наполнение всегда можно изменить. Вот коллекционный уголок. Да. Рапирует, а я так нарисовала для примера. Туда можно повесить все, что угодно. Ну, я не знаю, там куклы, мягкие игрушки. Нет. Конечно, давайте все-таки исходить из интересов девочки, да? Тем более, она у вас такая оригинальная. А у меня индивидуальный подход, так сказать, чутье. Тем более, что тут клиент не простой, а очень-очень дорогой. Да. Куклы она действительно не любит. Это вы верно подметили. У вас чутье на детали. Да. Кирилл Алексеевич тоже так говорил. Но, знаете, бывают, конечно, и проколы. Да, да. Вот, десять лет назад, честно вам признаюсь, Кирилл Алексеевич показал мне снимочек УЗИ, Алечки. Да, и вы не поверите. Мне показалось, что я увидела там мальчика. Мальчика? Да, мальчик. Я еще помню, как он переживал в тот момент. Да мы все переживали, мы всем офисом переживали. Вы два дня тогда были без сознания. Но слава Богу, что все обошлось и… Ой, простите, пожалуйста. Да ничего. Простите. Да ничего, это все высохнет. А я еще думаю тогда, ну как же так? На УЗИ мальчик, а родилась девочка. Думаю, вот чудеса какие. Ну и Кирилл Алексеевич тогда тоже сказал, что это чудеса прогресса. Леронька, может быть, что-нибудь еще нужно? Нет, спасибо. Я думаю, вы можете все обговорить с дочерью. Я пришлю вам все эскизы на почту. Если что-то не так, то я обязательно исправлю. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. О, это ваше. Лерочка, все хорошо? Да, все хорошо. Может, пойдем ляжем? Все хорошо. Вы до обеда вернетесь? Надеюсь. Встреть Алину со школы. В город едем? В город. В город. Я десять лет назад была у вас. Мне здесь сделали УЗИ. И я бы хотела узнать результаты того исследования. Вернее, пол ребенка. Я тогда просила не говорить. Да, но зачем вам сейчас это? Понимаете, доктор, вы не подумайте, у нас в семье все хорошо. А это как... как заноза какая-то. Я очень тяжело рожала. И я ничего не помню. И крика ребенка я тоже не помню. У меня было такое ощущение... Чернота какая-то. Провал. А когда очнулась, все в порядке. Я мужа не хочу беспокоить. Снимок остался у него. Может, можно как-то его восстановить? Снимок мы не восстановим. Но описание должно быть в компьютере. Одну минутку. Так. Вот. Ольшанская. Двадцать восьмая неделя беременности. Плод мужского пола, без видимых патологий. Все нормально? Семкин. Воскресенье. Плод жен. Воскресенье. Семкин ведьIL. День рождения. День рождения. Класс! Кирилл Алексеевич, примите наше соболезнование. Мы очень переживаем вашу утрату. Не до того ему, не до того. Пойдем, пойдем. Горе-то какое! Вы берегите, хорошо? Оля, может уже пора идти? Да, я догоню. Почему она не уходит? Скажи ей, чтобы она ушла. Я, я уйду. Я уйду, деточка. Только немного помогу вам? Ничего нам не надо. А ты знаешь что? Друзья познаются в беде. Не нужны нам друзья. Правда, папа? Ну... Ну... Алина! О, Алинька, нянька за тобой пришла. Будет сопельки вытирать. И памперсы тебе поменяет. Алина, Вадик, да прекратите. Так, Алиночка, перестань. Шахты. Отдай себе шахты. Отдай, отдай, отдай. Так, перестань, перестань. Я прошу вас. Ребята, прекратите. Ну, прекратите. Да что ж такое? Алина! Ребята! Что вы творите? Ну, вы же взрослые уже. Должны уже головами думать, что делаете. Пойдемте. Алина, что с глазом? Задены? К бою. Атака справа. Еще раз к бою. Атака справа. Женя, рано защиту берешь. Так, я не понял, Жень, в чем дело? Ты чего нюню не распустила, Жень? Маску подняла и к бою. Давай. Давай, быстрее. Быстрее. Еще раз к бою. Атака справа. Хорошо. Умничка, хорошо. Только вот здесь. Хорошо. Вот это интересно. Угу. Смотри, вот здесь мягче тенью. Вот здесь. Угу. Молодец. Красивый портрет. Это моя мама. Красивая мама. Добрая. Ты сегодня дома нарисуешь ее портрет с натуры. Так легче передать настроение, характер. Понимаешь меня? Я не могу с натуры. Моя мама умерла. Ничего. Я мама умерла. Ничего себе. Извини. Извини, Алина. Я не знал. Ничего. Я уже взрослые нюни распускать не буду. Кирюш, хватит жить воспоминаниями. Сколько можно мучить себя. Давай уберем это. Мы ничего убирать не будем. И Алька постоянно ее рисует. Это наше солейное прошлое. И тебя это не касается. То есть, как это не касается? Я сколько делаю для вас, стараюсь. Алька на меня волком смотрит. И тебе это к родной и не стало. А зачем мы женились, если ты прошлым живешь? Ты уже при ребенке начинаешь? Ну, как там? На тренировках. Как успехи? Получается уже? Пап, а можно я не буду ходить на тренировки? Что значит не буду? Почему? Ты знаешь, сколько это стоит? Это куча бабла. И то тебя Олег взял по блату, потому что папа ему его старую клячу ремонтирует. Каждый месяц. На шару. Феденька. Что, Федя? Ну что, Федя? Я ведь... Я о ней заботюсь. Я хочу, чтобы девочка с характером была. Чтоб могла дать отпор кому угодно. А ты ходить не буду. Будешь. Еще как будешь. Ты не понимаешь. Это элитный спорт. Жизнь, движуха. Весь мир в кармане. Пусть хоть у кого-то. Пап, я не люблю людей колоть. Так. Чего сидишь ковыряешься? Не хочешь есть? Тарелку в раковину и спать бегом. И без разговоров мне. Федь, ну правда, ну что ты из нее мальчика делаешь? Дай мне хлеба. Тот же футбол. То в пимушку ее с собой тикаешь. Но я же знаю. Она девочка. К ней другой подход нужен. Она рисовать любит. Житьем увлекается. Прекрасно. Вот встань, чемпионка, и пусть шьет. Сколько захочет. Приятного аппетита. Спокойной ночи. Бей. Женя неправильно выбирает все перудары. Женя неправильно выбираешь сектор удара. Женя неправильно выбираешь сектор удара. Куда? Так, вернись на дорожку. Так, Женя, что на этот раз произошло? Я не хочу здесь по Блату быть. По какому Блату? Кто тебе такое сказал? Папа. Так, постой. Ты, ты в своем уме? У тебя, у тебя действительно есть способности. Нет, не хочу. Не могу. Женя! Ладно, ладно. Да, завтра. Хорошо. Как ты? Ну да, немного скучновато. Ну ничего. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Это папа? А? Да. Папа. Папа сказал, что скоро приедет. Валентина Ивановна, что там у нас с ужином? Скоро будет готов. Да-да, через пять минут. Ну, иди руки мой и садись ужинать. Папочка, пожалуйста, не надо! Не надо! Не надо! Ты это у блага! Я научу тебя слушаться! Папа, спаси меня! Да что ты, Зина? Я прошу тебя! Отойди! Женя! Женя! Давай! Давай! Бегай за ним! Так всю жизнь не будешь бегать! Сопли потирай! Пап, а ты сегодня звонил? Девчонки, простите меня. Не, я ей не звоню. Ну, просто работы очень много. Ты руки вымыла? Вымыла. Молодец. Вот и ешь. Молча. Наверное,igkeiten не… Алина! Я не знала. Молча тебе не? Алина! Женя! Женька, ну ты чего? Родители, они волнуются. Слушай, что, болит? Это все из-за вас. Меня папа отлупил из-за того, что вы ему позвонили. Я... Я не знал, что у вас так в семье. Алина, слава богу, я тебя нашла. Да что ты за мной все уходишь? Перед ребятами стыдно. Никому не нужна. И тебе тоже. Все вы притворяетесь. Неправда. Ты мне нужна. Ты папе нужна. Ты маме нужна. Маме. Как это? Слушай, ну я... Я правда считаю, что ты способная девочка. Да. И умная. Знаешь... Хороший человек, он должен уметь защищаться. Постоять за себя. Я научу тебя защищаться. Прости меня, правда. Но я ж не знал. Меня мама просила, чтобы я всегда была рядом с тобой. Ну как же я могу ее подвезти? Я тебе не дам обиду. Пока буду жить. Ну, пойдем домой. Пойдем. А можно я ее с собой возьму? Его? Конечно, можно. Забирай. Мир. Ну вот и отлично. Давай я тебя домой отвезу. А то простудишься. Будешь потом на тренировке, как Портос. Кто? Ну, Портос. Д'Артаньян, три мушкетера. Александра Дюмара. Здоровяк ты такой был. Дрался ты хорошо, но... Толстый такой, мялый. Что ты хочешь? Должны котенка накормить. Замерз. Оп. Давай. Ой, холодно. Давай, давай, я подержу его. Раздевайся. Ой, мой хороший. Это еще что за подзаборное несчастье? Ольга Викторовна, ну пусть он поживет. Смотрите, какой хороший. Портос. Блохастным в этом доме не место. Но... Будет так, как сказала я. А я знаю, что ты не папе звонила, а дядьке какому-то. Ах ты! Ольга Викторовна, не надо. Дрянь. Быстро в свою комнату. Быстро. А вы не в свое дело. Не лезьте. Зачем вы так? Да. АНТРИГУЮЩАЯ'